К нам подключается Шаир Ромалданов, военный эксперт, полковник запаса. Добрый вечер, Шармялим. Добрый вечер. Шармя, ну вот три года назад началась новая страница в современной истории Азербайджана. Как вы помните те события? Я знаю, что вам есть что сказать. Я приветствую вас, приветствую всех телезрителей. Сегодня День памяти, вечная память нашим шеидам. Конечно, я должен сказать, как, может быть, начать словами песни День Победы. Мы этот день приближали как могли. Как могли мы его приближали всегда. Мы всегда жили этим днем и всегда знали, что мы победим. И вселяла в нас надежду, конечно, в первую очередь, верховный главнокомандующий вооруженными силами Азербайджанской республики, президент Азербайджана, господин Ильгам Алиев, который сделал ставку на развитие вооруженных сил Азербайджана, с современным, вооружая ее, с современным вооружением и техникой. Конечно, это повело за собой изменения в тактике. То есть Азербайджан стал, как бы, на учениях отрабатывать новые тактические подходы. Потому что современное вооружение, которое закупалось в Азербайджан, оно, естественно, вело за собой изменения в тактических подходах ведения войны. Я должен сказать, что те условия, которые были созданы для подготовки вооруженных сил, то есть мы проводили крупномасштабные учения, 5, 10, 15, 20, 25 тысяч личного состава участвовали на крупномасштабных учениях. И, естественно, эти учения, я должен отметить, что были утверждены верховным главнокомандующим вооруженными силами Азербайджанской республики. Естественно, на этих учениях отрабатывались сценарии возможных боевых действий, на театре военных действий при освобождении оккупированных территорий. Естественно, все это в комплексе мы вырастили своих полководцев, во главе которого, естественно, состоял верховный главнокомандующий. И когда он говорил, что я решение принимал сам, это говорит о том, что он знал все сценарии, он знал всю территорию, и он знал все возможные, как говорится, все возможные ситуации, которые могут возникнуть при ведении боевых действий. Поэтому, как говорится, Гроссмейстер, он принимал решения, и все решения, они действительно били в десятку, и за короткое время, 44 года, то есть 44 дня, мы победили, одержали победу. Я должен сказать, что он еще после апрельских событий уже, можно сказать, анонсировал эту победу, потому что он тогда сказал, вооруженные силы Азербайджана способны за короткое время разгромить оккупационные силы противника и восстановить территориальную целность. Это было несколько лет еще до этого события, до контрнаступления. Поэтому я должен сказать, что армию, которую возглавлял верховный главнокомандующий, и он его готовил, и он его готовил именно к тем боевым действиям, которыми сам и руководил. Поэтому сегодня, конечно, главными исполнителями этих боев, участниками этих боев, эти наши военнослужащие доблестные, эти наши вооруженные силы, и мы сегодня чтим память тех шагидов, которые пали за свою родину, за свою землю, и, как говорится, вернули нам и эту землю, и гордость, и все, что связано, как говорится, с развитием общества после одержания победы в этой 44-дневной войне. Шармян, вот контрнаступательная операция 2020 года в ответ на армянские провокации, она все-таки стала таким ключевым поворотным моментом, и не только для истории Азербайджана, но и всего региона. Что в целом вы можете сказать, вы говорили, затронули боевой дух наших солдатов, офицеров, о доблести наших героев? Я должен сказать, что в этом сыграло большую роль наше общество, в этом сыграло большую роль наше учебное заведение, потому что в учебных заведениях проводилось множество патриотических таких мероприятий, которые воспитывали нашу молодежь в патриотическом духе. Патриотический дух вселяется и воспитывается не одним днем. Патриотический дух вселяется и воспитывается годами. Та атмосфера, которую творила в республике, те процессы, которые шли, и все время уверенность общества в том, что, как говорил всегда президент Азербайджана, что мы не допустим, чтобы на территории Азербайджана было создано второе армянское государство, что мы любым способом восстановим территориальную целостность. Мы жили этим духом, мы жили этими мыслями весь народ. Действительно, наша молодежь даже, которая не видела Нагорный Карабах, которая знала об этом от слов своих отцов старшего поколения, одержали победу. Это были именно дети тех, которые отстояли 80% территории Азербайджана во время, когда армяне оккупировали и хотели расширить эту оккупацию. Конечно, тогда армия имела много проблем с обеспечением и так далее, с кадрами и так далее. Но то, что было заложено общенациональным лидером Гейдаром Алиевичем, потом его продолжателем, господином президентом Ильгамом Алиевым, привели нас именно к победе. Я должен сказать, что сегодня изучается опыт этой войны именно с той точки зрения, что мы смогли минимизировать потери во время этих боевых действий. Я должен сказать, что по всем расчетам многие эксперты международные давали в разы больше, как говорится, потери, чем имели мы во время этих 44-дневной войны. И это результат именно современной техники. Это результат наших профессионалов, которые смогли за короткое время овладеть этой техникой. Это высокий интеллектуальный потенциал наших профессионалов. Все это вместе и новый подход к тактике использования современного оружия, конечно, смогли сделать, как говорится, эту победу реальной. И с каждым шагом, естественно, патриотический дух, вот этот напор, который вел нас в победе, энергия, которая в нас вселяла, горела в нас и все время повышалась, это, конечно, приумножалось с каждым шагом, с каждым освобожденным районом, с каждым освобожденным селом. И, естественно, противнику ничего не оставалось делать, кроме как капитулировать и освободить три района без единого выстрела, где мы тоже сохранили жизни тысячи наших молодых, как говорится, солдат. Спасибо вам, спасибо вам большое. Я напомню, к нам подключался Шайер Малданов, военэксперт, полковник запаса. Продолжение следует...